Приветствую вас. Принятое честно, я не очень понял, вот исходя из вашего текста, какой помощи конкретно вы хотите. То есть я не понял вашего запроса. В вашем тексте всего два вопроса. Это вопрос первый. Может быть у меня психологическая травма. И вопрос второй. Что со мной? Вот в принципе два вопроса. Психологическая ли травма у вас? Да, психологическая травма. Нужно ли психологическую травму лечить? Да, нужно психологическую травму лечить. Какой это процесс? Да, какой это процесс? Длительный лиги или не совсем длительный? Зависит от вас. Как лечить процесс? Как лечить травму? Для этого существуют различные техники, например, странжактный анализ, гестальт психология, когнитивная терапия и так далее. Тут уже метод можно выбирать в зависимости от того, как вам лучше работать. То есть если вы больше рациональный тип, то, соответственно, вам нужно работать больше по направлению чувственного интеллекса. Если вы больше эмоциональный, то вам, соответственно, нужно больше по рациональному работать. Вот. Значит, это же первое. Второе. Значит, ответ на вопрос, что с вами? То есть вот, ну конкретно, да, конкретно, да, что с вами? Значит, ну я полагаю, что это последствия того, как мужчина к вам относился, последствия невыраженных эмоций и, собственно, последствия созависимости. Вот это так вот не видится, то есть созависимость в отношениях, да, потребность в том, чтобы, ну, чтобы мужчина как-то вас, значит, обязательно понял, принял, чтобы мужчина обязательно был с вами. Вот это вот стремление с ним и так далее. Вот это все созависимость. И я уверен, что вы это понимаете сейчас, да, вы это понимаете сейчас, но... Тем не менее, это, знаете, вам, ну, по сути, это дело мало чего дает, да. Вот. Вот это если говорить именно о том, что с вами происходит. Значит, вы пишите, что мне 40 лет, я живу в Москве. Десять лет назад я пришла развод, и моя психика сильно изменилась. Ну, здесь нужно сразу сказать, что развод сам под себе является, как же, травмой, также сам под себе является травматическим переживанием, ну, просто потому что... Человеку приходится перестраивать очень многое в своей жизни. Человеку приходится много чего менять в своей жизни, человеку приходится много чего корректировать в своей жизни. Вот. А это далеко не всегда просто для человека, поэтому развод, в принципе, очень травматичное такое переживание, да. И можно, конечно, говорить о том, что сам по себе развод на вас повлиял достаточно сильно, тем более, что вы явно стараетесь, ну, старались и стараетесь держаться за семью, видимо. Вот. Вот. Она для вас имеет значение. Большое значение. Вот. То есть, смотри. Санта-Сбират, вот эта травма. Надеюсь, этот момент понятен, да, нам с вами. Дальше идем. Будем разводить долг. У нас дочь ей тогда было 5 лет. Значит, больше года пытались сохранить брак. Муж цеплялся за меня, как только мог, не хотел уходить, но как в этот момент я перестал его вносить. Значит, здесь просто следующее. Вы пишите, что муж, значит, цеплялся за вас, как мог, не хотел уходить. Он цеплялся за вас. Он цеплялся за вас. Но почему он цеплялся за вас? Муж за вас. Потому что, наверное, так вы себя поставили, что за вас можно цепляться. Наверное, муж понял, что можно вот с вами вот так вот как-то, да, что вы будете терпеть, что вы будете, ну, может быть, мириться с его, значит, ну, с его какими-то поступками и так далее, да. И я полагаю, что вы здесь отчеркиваете, перекладываете ответственность, значит, себя на него. То есть это как бы муж. Это муж за меня цеплялся, да, это муж. Вот как-то себя ввел так вот, ну, неприемлемо, да, а я, я, я чего, я, я ничего. Понимаете? Вот. Ну и, в общем, это вот перекладывание ответственности, точнее, избегание, на мой взгляд, здесь немножко происходит своей собственной ответственности, да, хотя я уверен, что вам, наверное, это будет неприятно. Слышит, но, тем не менее, тем не менее. Так, дальше идем, значит, напишу немного о наших отношениях. Мы прожили в Мефте 89 лет, он запойный алкоголик, мог не пить подолгу, от полугода до трех лет, но когда выпивал, это было ужасно, полностью неадекватный тип, который абсолютно не соображал, что делает. Недавно спадка на очаган, и заканчивали с его сопоем только в наркологических клиниках, после которых он две недели жил на таблетках, становился агрессивным, потом иногда кодировки, иногда сам держался. Ну вот, вы знаете, здесь вот классический пример созависимых отношений, да. То есть, муж, алкоголик, ничего делать, я так понимаю, с тем, что он алкоголик, он не хотел. Да, то есть, именно делать, это вот важно понимать, именно делать он ничего не хотел. То есть, его, вроде бы как, вроде как, да, его, в общем, соустраил, вот. То есть, ну вот он пьет, да, ну пьет и пьет, как-то. Ну вот, и вы, что самое интересное, вы, вы его в этом плане, ну, как минимум, да, поддерживали. Вот, в том плане, что, значит, что он не хочет ничего делать. То есть, вот, то, что вы дальше описываете, да, весь этот ужас, который вы описываете, это ужас-то не его, а ваш. То есть, вы начали о себе забывать в какой-то момент. Вы начали, начали ставить его выше, чем себя, даже чем свою дочь, потому что дочери приходилось наблюдать за тем, как вот у вас это происходит, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, так, я жива в постоянном страхе, очередного запоя, боялась его дорослить лишний раз. Ну вот здесь, на самом деле, имеет место быть иллюзия. Иллюзия, что если вы что-то сделаете правильно, то мужчина, соответственно, как-то вот, ну, не будет, значит, злиться, да, и не будет пить. Это классическая ошибка любого созависимого человека. Ну, вот, кстати говоря, связана с тем, что человек начинает таким образом ставить интересы и желания партнера, да, выше, чем свои, ну, просто потому что. Дома ни в чем не участвовал, приходил-уходил, ребенком не занимался, постоянно сидел за компьютером, последний год жили как соседи. Ну вот, особенно это находится в определенном контрасте с тем, что вы пишете по поводу того, что больше года пытались сохранить брак. Это как, вот, вы пытались сохранить брак, если в последний год жили как соседи. То есть, вот, знаете, и самое главное, ради чего это все? Ради чего все это вам? Вот вы прожили вместе 8-9 лет. Начинать здесь нужно с того, когда мысль начал пить. Когда мысль начал пить. И для чего мысль начал пить. По какой причине мысль начал пить. Понимаете ли вы, с чем связана его такая вот, значит, своего рода самоуничтожающая программа? По отношению к самому себе. Понимаете ли вы, что она к вам отношения не имеет? Это вот интересный вопрос. И далее, что вас заставляло с этим человеком, значит, оставаться там? То есть, почему вы оставались с ним все это время? На что надеялись? И какое желание стояло за надеждой? Далее, я страдал от нехватки внимания, чувствовал себя несчастной, как женщина, дошла до отчаяния и стала встречаться с другим мужчиной. Ну вот, знаете, да, то есть вы нечестны по отношению к себе были и оставались нечестны по отношению к себе. И вы, собственно говоря, эту нечестность по отношению к себе развивали дальше. То есть, вместо того, чтобы инициировать этот развод, вы начали встречаться с другим мужчиной. Ну, я полагаю, это вот так вы заботились о семье, да, и, наверное, заботились о дочери. Вы поймите, я вас сейчас не обвиняю. Я просто хочу показать, что Ваше состояние, которое вы описываете в тревожности, это все следствие вот этого. Это все следствие вот этих аспектов. Знаете, это следствие подавления своих защитных потребностных механизмов. Тут найдет и кошмар для меня. Слечка, контроль, звонки каждый час, истерики, крик, он изводил меня как мог, раз в любви, потом снова запивал, бил машины, мне нечего казаться, что я скоро сойдет с ума. А вот, знаете, вот здесь везде он, да, везде присутствует он и нигде нет меня. То есть, я выписть, я страдал. Ну, вы страдали. А из-за чего вы страдали? Почему вы страдали? Ведь 8-9 лет решили с этим мужчиной. Понимаете? Какие такие аспекты привели вас к тому, чтобы вместо одного ребенка, вашего дочери, иметь двух? Своего мужа, в том числе. Как это является панический страх при его появлении в моем доме? Ну, вот, что интересно, в моем доме, пишите вы, не в нашем доме, а в моем, забегаете вперед, хотел бы отметить, что второго мужчину вы также приглашаете в свой дом, в свою квартиру. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что вы доминируете над мужчинами в своих отношениях. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что доминирует вы их подавляете, скорее всего. А подавляя мужчин, вы делаете их, ну, вы заставляете их почувствовать себя ничтожными, ненужными, слабыми, и за что мужчина может начать пить. Вот. Ну, это забегает чуть вперед. А я хотела рынать и кричать, чтобы он уходил и больше не приглашался, но пыталась терпеть, думала, это пройдет. Не понимала, что происходит, почему я так реагирую. Пыталась терпеть. Зачем? Пройдет. Что именно пройдет? Кто пройдет? Когда пройдет? Почему это должно пройти? Понимаете? Так, начались проблемы. Сначала в траке казалось, что проблемы с сердцем, так как постоянно ощущалось свое сердцебиение, вздыхание, как будто не могу вдохнуть всей груди. Но это все психосоматика, это все психосоматические, вы описываете переживания здесь. Когда снова расходилась, немного начинала приходить в себя. Когда расходилась, немного начинала приходить в себя. Но, тем не менее, успела навести себя до ужасного состояния, не спала по ночам. Обливаясь потом и третясь от дикого знака, вместо сна какая-то отключка. У вас, кстати, очень-таки длинные предложения. То есть, видимо, вы пишете либо на эмоциях, либо вам вот это вот, ну, как бы выговариваются от очень длинных предложений. Это, конечно, следствует эмоциональности человека. Так, когда снова расходились, немного начинала приходить в себя. Это не навело вас на мысль на том, что, в общем-то, без него вам лучше вы чувствуете себя свободнее. Ну, по крайней мере, вот именно в этот момент не навело на мысль. Далее, значит, ну, вы, опять же, описываете, скорее, психосоматическое состояние. Вот. Вы пишете, что постоянное напряжение вынудило вас обратиться к психотерапевту в московскую больницу. Вы говорите, вынудило. Сказалось бы, смотришь, с оборот речи, да, вынудило. Ну, вынудило и вынудило. Как бы. Что здесь такого, да, сказалось бы. На самом деле нет. Ну, если человек употребляет слово вынудило, значит, заставили. Значит, вы все время себя что-то заставляете делать. Значит, вас все время кто-то или что-то заставляет делать. А это уже восходит к детско-радительским отношениям, к вашей родительской семье. Потому что именно там, скорее всего, вас вынуждали что-либо делать. Значит, пила противопривожные препараты, витамили помогло. Потякоску стало приходить в себя, хотя не могу сказать, что стало спокойно. Я это все не та непробиваемая, что было раньше до брака. Ну, совершенно очевидно, что мой коллега Ельченко Сергей Транс, говоря о том, что препараты лишь снимают симптом, но не работают с причиной. Причина находится в вашей психике, в вашем бессловнотенном отношении к себе и восприятии реальности и себя в ней. Соответственно, чтобы состояние ушло полностью, нужно работать именно с этим. Я уже говорил, начинать нужно работать именно с самого начала. По крайней мере, с того, как мы узнали, что мой член алкоголика, все равно продолжали с ним находиться вместе. Терпели, думали, что пройдет вот эти установки и являются отравными точками. Осталось повышенная тревожность, то есть подавленные желания, разные страхи, то есть ощущение опасности, неприспособленности и неадаптированности. Из чего можно сделать вывод, что ваша непробиваемость, это скорее защитный механизм, чем осознанность проблемы. Особенно по ночам случаются панические атаки, когда контроль вашего сознания ослабевает. Практически постоянно в больших магазинах не могу сконцентрироваться, что-то не то, как будто что-то сломалось в моей голове с тех пор. Ну, понимаете, вот как вам сказать, если панические атаки и страх – это неприспособленность, неадаптированность и невыраженная агрессия, то неумение, если невозможно сконцентрироваться, это скорее защитный механизм. Это скорее защитный механизм от каких-либо мыслей. Она же не смогла окончательно избавиться от этого напряжения. Ну, естественно, потому что, видимо, с психотерапевтом у вас работы как с кого-нибудь не было. А но, кто приходит, то снова появляется в разных ситуациях, особенно при сильных умственных нагрузках на работе за компьютером. Здесь интересный момент. Понимаете, если напряжение приходит во время работы, то, вероятно, ведь напряжение – оно слепо. Как и любая эмоция, напряжение – слепо. Напряжение чувствует, что вы работаете и, собственно, подавляете свои желания. Оно приходит, возможно, именно в результате вот такого вот усиливающегося подавления вами того, чего вы, собственно, хотите. Значит, но все же без него я жила и даже стала чувствовать себя по-настоящему счастливой. И иногда даже эйфорию испытываю, но это свободно живу, как расчет, зарабатываю сама. Он долго пытался меня пробить финансовое. Так, как он не мог простить, но я выкарабкала и встала на ноги. Ну, вот понимаете, вот это очень борьба, да, ваше такое впечатление, что вы выбираете борьбу. Ну, это тоже своего рода такой жизненный сценарий, да, что нужно бороться, что нужно выцарапывать свою победу, нужно выживать. Ну, а выживание, соответственно, учат их где? Опять же, родительская семья учит выживание. Вот, вспомните, как и что вам говорили ваши родители. Ну, вспомните, как они относились к вам, когда, например, вы поступали хорошо, или когда вы поступали плохо. Вот, по их мнению. Вот, что вообще для вас хорошо и что плохо. Вот. А я по многому другим человеком все было хорошо, ровно до того момента, как мы решили жить вместе с ним в моей квартире. Это было мое предложение, так как он снимал квартиру, но уже несколько месяцев, и так жил у меня, не было смысла ее дальше оплачивать, и я пригласил им приехать ко мне. Ну, вот смотрите, опять важная инициатива, опять мужчина переезжает к вам, да, это то, в чем я говорю. То есть, с одной стороны, вы, как бы, человека помещаете, помещаете у себя на своей площади, то есть, с одной стороны, вы вроде как контролируете ситуацию, вроде как она, эта ситуация, должна находиться под вашим контролем. С другой стороны, вы вмещаете у себя пути отхода, значит, ну, в случае, если вдруг что-то пойдет не так. И вот здесь у меня возникает вопрос, так как, чем вызвана ваша инициатива? Второй раз уже. И как вы строите отношения с мужчинами, кто вы для них? И как-то, однажды, проснув здесь утром, я вспомнил, что когда квартира более не оплачивается, и его вещи приводятся ко мне, и меня накрыли, и снова сказали, что дикий, уже забытый царь, который я испытывал перед мужем. Ну, соответственно, что здесь имеет место? Здесь имеет место комплекс, здесь имеет место комплекс, линейный комплекс, да, то есть, эмоционально ограниченная ситуация, повторяющая, повторяющая вызывает у вас соответствующие переживания. Соответственно, нужно возвращаться туда, и причинно-следственные связи разбивать. Вот, так работает, так сказать, взаимодействие с комплексными элементами. А, значит, потому что забытый страх, это что? Это отсутствие контроля, да, это отсутствие возможности повлиять на ситуацию, и вот вы оказываетесь в этой же новой ситуации, когда вы ни на что не можете повлиять. Это отсутствие приезжает к вам, не вы приезжаете к нему, а он к вам. Не вы, не, приезжаете в какую-то отдельную квартиру, да, а он приезжает к вам домой. То есть это, знаете, своего рода, как бы, как сказать, подсознательное стремление лечить себя свободой, лечить себя точки отступления, да. Вот, то тоже можно быть только сценарием. По сути, здесь не надо. И вот у меня 10 лет, а я все еще не избавился, это два ощущения. Оно не проходит, терзает меня, не могу расслабиться, внутри сидит страх, периодически ослабевает, потом усиливается. Ну, вы знаете, вы производите впечатление, ну, то есть такой достаточно рациональной всей женщины, вот, несмотря на то, что исходя из вашего текста не очень понятно, какая именно вы. Но, давайте попробуем предложить вам три средства, три вопроса, которые на первое время помогут вам, вот, значит, реализовать свой страх. Да? Вот. Первое. Чего я боюсь, конкретно? Чего я боюсь? Второе. Наступило ли тут, чего я боюсь? Если это не наступило, то можно жить дальше. Третье. Если наступило, так ли это страшно? Так? И еще одно. Если наступило, и это страшно, каковы последствия, и что я буду с этим делать? То есть четкий план на случай наступления последствий. Вот эти четыре вопроса. Задавайте их себе как можно чаще. Далее. Значит, я это мечтал. Да, ну, когда страх усиливается, да, это тоже нужно отслеживать. То есть когда он осрубивается, в результате чего, когда он усиливается, в результате чего, все это нужно спокойно анализировать. Спокойно, так, последовательно, поступательно анализировать. Ага, значит, так, еще нужно сказать, что страх – это опасность. Опасность для вас. Нужно отыскать эти моменты, которые вызывают опасность для вас. Все опасно. И подкорректировать свое поведение, подкорректировать свою деятельность, понимаете? Вы не прочитаете просто бояться, ничего при этом не делая, не имея плана, не обезопасивая себя. Понимаете? А я перечитал от кучи книг Куркатова, ну, интересно, зачем. Догадываюсь в чьем причине, но ничего не могу сделать. Ну, правильно, потому что, опять же, вам хорошо написал мой коллега Ельченко, что у психики, у самоанализа есть свой предел. Может быть, это психологическая травма. Да, это психологическая травма. Мой бывший муж сильно пугал меня своей неадекватностью. Знаете, в чем дело? Неадекватность, неадекватность любого человека представляет опасность только тогда, когда сам человек не способен ей этой неадекватности что-либо противопоставить. Да? То есть, когда человек сам по себе теряет контроль. Вот у меня к вам вопрос. Если вы говорите, что он вас пугал своей неадекватностью, то что конкретно вас пугало? Ведь не сам человек вас пугал, а то, что это могло причинить вред вам и причиняло вред вам. Разбитый нос, вся вот эта вот история, был вред. То есть, повод бояться есть основания, бояться есть но. Во-первых, мужчина, которому вы 6 лет, вы про него больше ничего не пишете. Очень мало вы пишете про свои отношения с ним. Быть может, имеется, попробовать быть с ним более мягкой, более слабой, больше отдавать ему на разрешение какие-то вопросы, проблемы, там, ситуации и так далее, чтобы вы верили больше в него. Может быть, у вас с ним какие-то проблемы есть. Потому что, ну, вы ничего не пишете про этого мужчину, с которым вы сейчас все летели, и непонятно. Значит, но вас пугает не неадекватность, а именно чувство опасности, отсутствие реально представляющего опасность объекта и отсутствие четкого плана по защите от объекта. То есть, беспомощность, то есть, безответственно. Поэтому это и пугает, что это не подконтрольно вам. Как вы сейчас помните его глаза, мне казалось, что он сумасшедший, значит, может убить меня, поднимал на меня руку. Ну, опять же, зачем терпели, да, для чего терпели, для чего обрекли дочь на такую вот память, да, зачем это все, с какой целью это все, да. Но самое главное, самое главное то, что для вас это было реальное ощущение беспомощности. Вот нужно сделать все, чтобы вы беспомощны не были. При этом не донбил, я тебя люблю, ну, опять же, вы, может быть, вкладываете в это что-то, вот, может быть, вы верите в это, может быть, для вас важно, что вас любят, может быть, для вас именно это и является тем триггером, по которому вы, и для которого вы не можете отпустить человека, да, что он вас якобы вроде как любит. Тем не менее, все это могу расслабиться только в одиночестве, то есть, когда вы все полностью контролируете, то есть, когда вы выживаете себя в безопасности, в безопасности. Соответственно, безопасность, безопасность достигается путем не только контроля, но и личной границы. Личная граница – это разделение ответственности для себя и для другого человека. Пока то, что вы делаете с своим вторым мужчиной, ну, вот, после мужа, это то, что вы опять нарушаете границы ответственности, то есть, вы приглашаете мужчину к себе домой, тем самым не ответственностью за его жилье. Вот, я не знаю, но это повторение сценария, потому что мужчина вполне может быть в будущем, может повторить сценарий вашего мужа. Просто потому что, просто потому что, непонятно образование ваших пары, непонятно образование с мужем у вас проблем и его поведение. Поэтому мне представляется ситуация так, что вы наступаете на те же грабли второй раз. Пока еще не так активно, пока еще не так заметно, но тем не менее. Вот, значит, то есть, понятно, да, чтобы расслабляться с другими людьми, нужно четко определять ответственность. Где ответственно я за себя, где ответственно другой человек за себя, что приемлемо для меня, что нет. Если вам интересно, у меня есть отдельная запись про личные границы, я вам могу ее прислать. Дальше. В подопротном году лечился амбулаторно в клинике неврозов. Обратился туда в момент полного нервного истощения, работал на двух работах. А с отчем очень сильно вставал, для чего? Плюс это постоянное напряжение изводило меня и не давало полноценно отдыхать и восстанавливаться. Так, а зачем мы работали тогда на двух работах? Если у вас, тем более, мужчина есть, уже был тогда, да? Вот. Зачем? Знаете? То есть, опять получается, вы тянете всю эту лямку на себе. Вот. Вот здесь и кроется, как бы, корень проблемы. В итоге, бешеные нагрузки на работе. А, да, и еще момент. Заметьте, вы обратились в клинику только когда все, вот уже все, уже дошли до предела. А раньше как? Почему не забудьте сам себя? Почему не беспокойтесь о себе? Почему не цените себя, не любите себя? Знаете? И вы ожидаете, что вас будут любить и уважать? Прогаи, что ваш страх, страх повторения, он вполне обоснованный. Если вы относитесь к себе так, если вы себя не жалеете, то и другие не будут вас жалеть. И мужчина ваш второго не будет вас жалеть. Значит, в итоге, бешеные нагрузки на работе дошли до того, что не могла приносить никаких звуков, яркого света, не могла ничего делать по дому, давление поднималось до стратегии. Но это вы описываете клиническую картину, то есть здесь либо клинический психолог, либо психотерапевт, либо психиатр. То есть для психолога подобные вещи не так важны. Я лечу несколько месяцев витамины группы В и преподат. Но опять же, это для психологов, это неважно абсолютно, потому что мы не врачи, психологи не врачи. Стало гораздо лучше, но при ходу мощи не хватит от солнца, я ощущаю ухудшение от состояния, опять напряжение, встал от нас, встал от отдыхать. Я думаю, что дело здесь не в осени, не в нехватке солнца, а скорее в том, что опять же линейный комплекс дает о себе знать, что вероятно именно в этот период ваш мужчина был более активным в своем деструктивном поведении. И вероятно именно с этим и связано ваше обострение. То есть я не думаю, что здесь дело в витамине, не думаю, что здесь дело в каком-то физическом аспекте. Может быть, конечно, может быть, но я не думаю. Ну, значит, ну, вы описываете что-то, вы так задыхаетесь, не можете долго обмешаться, значит, сердце у вас с печи, давление поднимается. Ну, это классические симптомы, симптомы тревожности. Тревожности – это подавленные желания, как я уже сказал. В этом я чувствую себя лучше, но, тем не менее, нет покоя, что со мной. Ну, собственно, сказал. Неужели я могу жить в каком-то комфортно только одна? Пока? Да. Пока вы можете жить действительно только одна. Комфортно – это правда. Дело в том, что вам нужно прийти в определенную гармонию с собой, наедине с собой. В определенный баланс с собой, наедине с собой. И потом постепенно налаживать отношения с людьми. Вот так. Вы же, не завершив до конца отношения с людьми, а то, что он еще держит вас, это факт, вы вступили в другие отношения, тем самым попытавшись выбить клинк-лином, что в итоге привело к негативному результату, естественно. Значит, шут по тревоге инфанта, вот мне человеку силы, я очень устал бороться с тревогой, с тревогой и пациентным напряжением. Ну, знаете, бороться – это вот тоже такая, несколько дисфунктивная позиция, потому что бороться, вы подавляясь. Знаете, вот вы все время боретесь. Вам не заметили, на протяжении всей своей истории вы все время боретесь. Бороться не надо. Позвольте своей тревоге вас обнять. Позвольте вашей тревоге захватить вас. Постарайтесь увидеть, что вы хотите. Постарайтесь увидеть, что вам нужно. Прочувствуйте тревогу. Поверьте, какие это желания. Может быть, это агрессия. Может быть, это что-то еще. Подумайте, подумайте. Вполне возможно, что есть нереализованная агрессия на музею. Ее нужно отреагировать. То есть просто вот сюрпите тревогу. Накрывайте голоса и позволяйте ей течь. Позволяйте ей течь, что возникает, какие мысли возникают, что хочет сделать. Берете и делаете это. В гестарте психологии существует такое понятие, как отвлечение. То есть то, что мешает сконцентрироваться на какой-то актуальной задаче. И человек пытается бороться с тем, что его отвлекают. Но на самом деле более эффективно вернуться к тому, что отвлекает, завершить это и потом продолжить то дело, которое актуально. Вы же постоянно себя принижаете, зажимаете. Я полагаю, что делали это еще до брака, до рождения дочери. Понимаете? Так, значит, летом я чувствую себя лучше, но тем не менее нет покоя, что со мной. Так, значит, которые я чувствую себя с помощью еды. Ну, понятно, еда это безопасность, и это эндорфины. Но это, опять же, лишь только снижает симптомы, да, но ни в коем случае не убирает саму причину. Человек снова чувствует, скатывается в эту яму. Снова давление 140, головные боли, напряжение, особенно по ночам. Сегодня снова проснулась от разрешения, что забегаю. Буду очень беспредельно за помощь. Слушайте, Лариса, я еще раз повторю, я не понял, какой именно помощи вы от нас хотите. Какую именно помощь можно предложить вам в рамках ответа на вопрос. Один вопрос, не зная вас и не работая с вами. Вам рекомендуется терапия и терапия. Вам рекомендуется работа, индивидуальная работа с психологом. К сожалению, ни на один раз. Ни на один раз. Вам необходимо учитывать такой аспект, как дождь вам в 40 лет. В этом возрасте у человека достаточно сильно развито сопротивление. То есть зависит от того, насколько у вас есть сопротивление, насколько вы будете сопротивляться тому новому, что будет давать вам психолог, насколько вы сами хотите меняться, изменять подход, изменять свое отношение к себе, к окружающим и так далее. Зависит то, как эффективно будет проходить ваша работа. У меня такое ощущение, что больше вы обращаетесь к врачу, нежели к психологу. У меня такое ощущение, что психологическую помощь вы воспринимаете как лечение препаратами. Это не так. Поэтому вот здесь вам я и рекомендую выбрать. Либо вы выбираете психотерапию с поддержкой лекарствами, либо вы выбираете лекарство, но тогда лекарство придется принимать всю жизнь. То есть вам как бы решать. Как психолог я могу сказать, что, во-первых, что вы чувствуете, что опять скатываетесь в эту яму. Это требует отдельного исследования, потому что что-то же способствовало там, и что вы скатываетесь в эту яму снова. Это первое. Второе. Значит, это работа с неврозом. То есть неврозом, да, то есть невроз, это вот, по сути, дело, неврозом расслабляется через три, даже четыре аспекта. Первое. Это такие конструкты, как я должна, я обязана, надо. Вот такие конструкты подавляют. Я хочу. И я хочу подавлено у вас не первый год и не первые десятилетия. Еще раз повторюсь, повторю. Скорее всего, это началось до брака, до заключения брака. Скорее всего. И, соответственно, значит, нужно раскрывать ваше состояние детское, ваше естественное, спонтанное, творческое состояние, которое вас погребено где-то довольно глубоко под вот этим вот взрослым, анализирующим и контролирующим. Второй момент. Это ретрофлексия. Ретрофлексия – это чувство тревога, да, тревога. С одной стороны, тревога – это то, что вы хотите вы, с другой стороны, тревога – это то, что направлено на вас. И нужно освободить, что-то нужно отпустить вовне, во внешний мир, то есть перенаправить вовне. А что-то нужно взять себе на вооружение и это реализовывать. Следующий пункт – это проекция. Проекция здесь у вас проекция, как проявление невроза, связанное с вашими желаниями. Например, если вы чего-то боитесь, ну, в данном случае пусть это будет вот то, что вы боитесь, ну, пусть это будет, например, страх потери контроля. Да, пусть это будет страх потери контроля. То в проекции это выражается как то, что вы сами создаете условия для этого. Либо, избегая таким образом эмоциональной близости, реализуя запрет на эмоциональную, на интимную и чёртвенную близость с человеком, что тоже нужно анализировать для, ну, с помощью исследования других факторов. Либо, либо, вот вы только так и так способны реализовать свои желания. То есть в глубине души вы хотите, чтобы контролировали вас, но не можете себе этого позволить вследствие того, что считаете, что должны, и в итоге все принимать такую извращенную форму. И последнее. Это интро-экция. Данный аспект представляет собой так называемые мусорные, лишние, неправильные, токсичные, ядовитые, оправленные представления о чем-либо, которые вами не усвоились, но были, как бы, приняты на вооружение. То есть это различные деструктивные установки, такие, как, например, что я терплю, да, я надеюсь, я думаю, что всё пройдёт и так далее, и так далее, и так далее. То есть неумение пользоваться определёнными установками, принятие их в слишком буквальной форме, сделало возможным то, что вы совершали определённые ошибки. Ну, например, вам говорили в детстве, что, ну, например, не в детстве, а вам просто говорили в жизни, что всё проходит. И вы думали, что всё пройдёт. Но вы слишком буквально приняли эту установку, в результате чего пострадали. Подобные вещи нужно реструктуризировать для себя, чтобы уметь правильно их использовать. То есть тревожность – это проявление невроза. Не очень понятно, если вы были у психотерапевта и лечились в клинике неврозов, почему вы так и не занимались психологом, не проходили индивидуальную терапию у психологов, имеете ли вы что-то против нас или, может быть, есть ещё какие-то причины. Не очень все эти вещи понятны. Не очень понятно и то, как будет помощь выходить от психологов, именно от психологов. Что все вопросы, которые вы задаёте, они чисто энциклопедические. Что это просто знание и не более того, которое вам не даёт ничего. А вместе с тем, вопросы вы задаёте платные и, наверное, за свои деньги хотели бы получить какой-то внятный ответ. Я предлагаю вам исходить из этих аспектов, которые я озвучил. То есть аспект отслеживания эмоционального фона, эмоционального следа, то бишь, простите, визуализации эмоционального следа, да, и, соответственно, разложение своих чувств, значит, на элементы. Через ретрофлексию, интеракцию и проекцию. Для работы с неврозом этого вам более чем достаточно. Кстати говоря, тревога – это сигнал о том, что в вашей жизни нужно что-то менять. Я рекомендовал бы вам проанализировать модель своего женского поведения. Я бы рекомендовал вам проанализировать свой идеал мышцового поведения. И вот все эти вещи в совокупности позволят вам, ну, что-то самостоятельно для себя сделать. А так лучший вариант – это, конечно, индивидуальная работа с психологом, который вам придётся подышать. Вот. Для этого нужен запрос. Что-то без запроса на самом деле будет довольно сложно. Запроса у нас нет. Кроме того, наверное, вы хотите избавиться от тревоги, но это не запрос. Понимаете? Тревога – это симптом. Это не запрос. Поэтому мне кажется, что первоначально, вот на основании того, что вам ответят мои коллеги и я, нужно сформировать запрос к психологу для работы в дальнейшем. Вот. Ну и что хочется сказать? Вашей дочери вроде, как я понял, сейчас 10 лет. Может быть, я ошибаюсь на несколько лет. Вам, соответственно, 40 лет. Интересно, что вы написали это сразу, что мне 40 лет. Я полагаю, что возраст для вас имеет какое-то значение. Не знаю, правда, какое, но имеет. Соответственно, если возраст имеет значение, то какое. Мне очень интересно. Для вас. Но для терапии лучше, если вы начнете индивидуальную работу над собой уже сейчас. Ее лучше было начать после развода. Ее лучше было начать во время проблем с мужем, когда она была, ну, 36-37, вот так вот где-то. Ну, может быть, немножко ошибся, опять же, в расчетах. То есть, тут у вас есть цифры. Вот. Если начать работу, то сейчас. Не тянутся. И последний момент. Это то, что вы живете в Москве. Ну, вот у нас есть, например, психологи, да, которые работают в Москве и принимают вас, ой, могут принять вас очно в Москве. То есть, вам можно выбрать такой вариант и работать с ними. И все, что я знаю, это Пустинский Борис. Вот. Ну, из тех, у кого написано, что он работал в Москве. Подумайте, но вообще, вот так вот, я думаю, вам нужно ответить на вопрос на ваш, вот. Как правило, у человека в 40 лет достаточно серьезный багаж за плечами, опыт. И все это нужно разбирать. Вот. И помните, что, чем дальше вы будете откладывать именно психологическую работу, тем сложнее вам будет ей заниматься. А тревога, она, естественно, не продлевает вам жизнь. Вот. Передается дочери. Скорее всего, все передало. В той или иной степени. Ну, и портит ваши отношения с мужчиной. Я вас не пугаю. Я просто хотел бы, чтобы вы имели все знания, как бы, при себе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Всего вам доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!